Вероника Фиеста в «Акселераторе. Путь к успеху» принимает участие не первый год. В прошлом году девушка с анимационным проектом вошла в пятерку лучших бизнесменов и взяла грант конкурса. В этом году она представляет проект «Просто пой так, будто тебя никто не слышит», направленный на подростков. Вообще хочется создать такое пространство, где бы дети могли реализовать свои музыкальные способности без оценок. То есть многие ходят в вокальные школы, студии и в основном выступают на сцене, перед жюри, перед комиссией. И вот хочется создать такое пространство, где бы дети могли раскрепоститься, попробовать себя в качестве звезды с настоящим микрофоном. Максим Рыбальченко на путь к успеху пришел с проектом «Сыровар. Первое в Сарове. Сыроварня крафтовых сыров» и вошел в шестерку лучших. Идея проекта у него зародилась давно. И, как признается Максим, грант ему поможет в реализации его новых идей. В Сарове очень большой спрос на сыры. Люди тянутся к этому, им это интересно. Они хотят пробовать что-то новое, но уже в локальном производстве. У меня есть потребность в наращивании мощностей, так как спрос гораздо больше, чем предложение и мощности, которые есть у меня на данный момент. В этом году в обучающем акселераторе приняли участие более 40 предпринимателей. До защиты дошли 23 проекта. Победили 6. Оценивали конкурсантов представители администрации, Думы, предпринимательского сообщества города, Центра инновационной и социальной сферы Нижегородской области. На мой взгляд, все проекты достойны. Конечно, есть более сильные проекты. Есть такие проекты, которые хотелось бы еще немножечко доработать. Но действительно, каждый проект достоин победы. И по традиции Центр поддержки предпринимательства болеет за каждого. Победители проекта в декабре отправятся в Нижний Новгород на торжественное награждение. Там им вручат гранты в размере 150 тысяч рублей.